Всем привет! С вами Наталья на своем канале Сад и Огород Круглый Год. И показываю вам, смотрите, какой удивительный букет, правда? Но это не розы с моего сада, а это розы, которые я купила сегодня. И не просто для букета, а я купила розы с открытой корневой системой. Вот кустики, которые я приобрела. И все эти кусты венчались вот такими вот цветками. Я их обрезала, вот видите, обрезала сантиметра 20, так как мне сказали лучше это сделать. Но вот еще раз показываю, вот изобилие вот такой вот красоты. Ведь часто бывало, что мы покупаем розы или другие цветы, ну и как бы обманываемся. Не соответствует тому, что было предъявлено продавцом или же фирмой, которая реализовывала. Поэтому очень часто люди покупают цветы, многолетники, не только розы, с открытой корневой системой, в период цветения, для того, чтобы быть уверен, что это именно то, что им надо. Ну, в общем-то, розы я всегда садила ранней весной или осенью, или же летом, если это было, то это с корневой системой закрытой. Вот в этом году я сделала тоже несколько посадок роз. А вот сегодня, увидев вот такое вот изобилие, и красивыми свежими кустами, решила попробовать, что же у меня получится. Делаю это я впервые. То есть сегодня у нас 3 июня, и вот 3 июня я буду садить розы с открытой корневой системой. Ну, во-первых, вот такие вот кустики. Я вот связала их сейчас, буду показывать, когда садить. Но в первую очередь, что я сделала? Конечно, обрезала сами цветки. Как я сказала, 20 сантиметров оставила. И подрезала корешки. И замочила воду с корневином. Разбавила пакет корневина на 10-литровое ведро воды, и замочила на час. Ну, а что ж, а теперь на огород садить. Итак, перебрались на огород. Я выкопала ямку, приблизительно 30 на 30. Как видите, высыпала где-то ложку нитрамофоски, ложку с горкой. Ну, и теперь буду высаживать сам куст розы. Для этого я подрезала корешки. Корешки как бы обновлены. Хорошая корневая система. Если будете выбирать, то вам прекрасно видно, какая корневая система. Видите, такая вот она, обильная. Замоченный у меня куст был в корневине. Упаковочка на 10 литров воды. Ну, не знаю, какие там есть разные. У меня вот такая вот была упаковка, которая разбавляется пачечка на 10 литров воды. Они у меня постояли приблизительно час в этом корневине. Значит, сейчас я буду высаживать и буду заглублять корневую шейку. То есть, вот корневая шейка, да, и я буду углухо заглублять сантиметра где-то на 3. Ну, что ж, начинаю делать. Я высадила, заглубил корневую шейку. А теперь я той водой с корневином полью свои кусты. Ну, ведро у меня на 5 кустов разделю полам, а потом еще целое ведро воды. Но сначала водой с корневином, как я сказала. Воду выливаю постепенно, то есть, чтобы впиталось. Вот где-то третью часть ведра вылила и так в три захода, пока полностью не впитается вода. Ну, вот вода практически впиталась. Ну, это как бы пена на поверхности осталась. Еще немножко надо земли присыпать. Ну, придется принести с другого места, потому что здесь у меня разные цветы. Очень близко к другим высаживаю. Ну, если куст примется, то, конечно, буду что-то потом убирать. Итак, куст у меня высажен, но это же лето, и у нас жаркое лето. Поэтому я еще вдобавок укрою, вот так, укрою 5-литровой бутылочкой. Вот. Вот такое вот сделаю затенение. Крышкой я не буду закрывать. Но вот такой вот парничок, как бы, я устрою. Ну, и, конечно, поливать. Чем чаще? Потому что жара стоит невыносимая. Ну, что ж, будем ждать результат. Ну, что ж, прошло без двух дней три недели. Давайте посмотрим, что же у нас происходит под баночкой. Посмотрите. Видите, какой кустик? Молодые побеги пошли. Какая прелесть. Пошли за следующим кустом. А вот и следующий. Видите, даже надо было баночку снимать пораньше. Я не торопилась. А вот и третий куст. Вы знаете, и два остальных в таком же состоянии. Что ж, я очень рада, что у меня все получилось. И я думаю, что огромное количество людей, которые покупали эти кусты, у них тоже все получилось. А дело в том, что действительно было такое количество роз, таких вот красивых. И очень многие люди на это, как бы, кидаются. И вот, как видите, не зря все получилось. Даже летом, с открытой корневой системой, можно высадить розы благополучно. Ну, а инструкция, это мое видео. Как я высаживала, я вам все показала. Ставим лайк. Я вам желаю всего наилучшего. С вами была Наталья. Всем пока.